Друзья мои, всем привет! Тема сегодняшнего видео выращивания малины. В этом видео я дам вам несколько полезных советов и рекомендаций об уходе за обычные неремонтантные малины после того, как она отплодоносила. Сейчас в регионе, где я нахожусь, в Московской области, заканчивается июль, начинается август и перед вами вы сейчас видите штамбовую малину, сорт называется сказка. Очень вкусная, крупная, хорошая, сладкая малина, очень мне понравилась, при этом она не требует какой-то высокой шпалеры, достаточно просто, либо небольшого ограждения. В принципе, она может стоять и совсем без подпорок, без шпалеры, без каких-либо колышков, в принципе, стебли у нее достаточно толстые, но у меня для страховки все равно есть небольшое ограждение, как вы видите. Чем еще характеризуется этот сорт? Тем, что он штамбовый и достаточно ранний, плодоношение раннее. Сейчас он полностью отплодоносил. Это молоденький кустик, высота его около полутора метров. Сейчас посадил я его в прошлом году и в этом году я получил первый сигнальный урожай, первую ягоду, которая мне очень понравилась. И сейчас я вам расскажу, что же нужно сделать вот в этот период на данной стадии роста, развития малины. Это касается только неремонтантного типа малины, как я уже говорил. Но прежде чем я начну свой рассказ, я, как обычно, предложу вам подписаться на канал. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете написать их, задать в комментариях после просмотра данного видеоролика. Также, если видео вам понравится, в конце можете поставить вот такой значок лайк. Итак, первое, что желательно сделать после того, как малина отплодоносила, после того, как вы собрали все с ней ягоды, это, конечно, можно и желательно провести, конечно, обрезку отплодоносивших стеблей. Можно, конечно, эту процедуру свести на более поздние сроки, если у вас времени не хватает, допустим, на осень. Даже можно вырезать старые стебли и весной следующего года. Но все-таки благоприятнее и лучше для малины, когда вырезаются старые стебли, отплодоносившие, сразу после сбора урожая. Это позволяет кусту малины лучше развиваться, лучше нарастить новые замещающие побеги, которые в следующем году будут плодоносить. Ну и сейчас я вам покажу, как это делается, как отличить старые стебли малины от новых. Итак, смотрите, чтобы снять это видео, мне даже пришлось встать на коленки, чтобы вам лучше показать. Смотрите, вот этот вот побег молодой. Но он, к сожалению, поражен вредителем стеблевой мухой малиновой, так называемой. Вот видите, образует она вот такие галлы. Там развивается личинка, гусеница, которая в следующем году превращается в мушку и снова портит малину. Конечно, вот такие стебли, хоть они и молодые, желательно сразу удалить. Удалять их прям нужно под самый, смотрите, корешок, насколько это возможно, ближе к земле. Руки, конечно, лучше защитить хорошими перчатками. И смотрим дальше. Все такие пораженные побеги желательно удалить. Вот это молодая поросль, которая будет в следующем году плодоносить. Ее можно сейчас, в принципе, все оставить. А в следующем году оставить вот таких побегов, ну, не более пяти в кусту. Это будет оптимально, тогда не будет куст загущаться. Но оставлять я их буду нормировать по побегам, конечно, весной, потому что я не знаю, насколько хорошо перезимует малина, как она перенесет зиму, какая будет зима, потому что зима непредсказуемая, бывает очень теплая, бывает достаточно морозная и бесснежная. Ну, а вот этот стебель, как вы видите, вот он, уже старый, его нужно вырезать. И вот также стебель, вот он, видно, что он уже подсох, старенький, так и коричневый. Стебель, кстати, он тоже пораженный. Вот, смотрите, утолщение характерное. Такие стебли надо уносить подальше от огорода, ну, или сжигать. Вот такие вот побеги перерезаются. Вот видите, здесь даже есть засохшие ягодки, неразвившиеся, или которые просто не успели сорвать. Вот они был урожай. Вот это побег, который в этом году плодоносил, и с него мы попробовали первые ягодки данного сорта малины. Малина, повторюсь, сорта сказка. Да, хорошие, неустойчивые стебли. Вот такие толстые, но она еще молоденькая, конечно. И второй год выращивания еще ни о чем не говорит. В дальнейшем стебли могут еще более утолщаться, вырастать более высокими. Но в этом году она у меня полтора метра. Но, друзья мои, сейчас я вам покажу. Я ее все-таки прищипнул верхушечку, и сейчас развиваются боковые побеги, для того, чтобы у меня сформировалось так называемое малиновое дерево. Это нужно делать в июне. Прищипывается верхушка, и тогда боковые побеги отрастают. И в следующем году урожая, конечно, немного больше получается. Но это не со всеми сортами малины. Такой фокус проходит. У меня есть отдельное видео, как формировать малиновое дерево. Кому интересно, можете его посмотреть. В конце данного видео будет приложена ссылочка. Итак, смотрите, друзья мои. Возвращаемся в основание стебля. Вырезаются все вот такие. Также, видите, еще тут пенек нашел. Тоже надо вырезать. Вот. Ну и желательно немножко вычистить основание куста от сорняков, естественно. И вот от таких вот опавших лисев больных. Все это желательно по возможности убрать. Также еще вот хочу для новичков такой совет дать. Что многие пытаются под кустами малины вокруг основания, так скажем, куста, копать лопатой. Это ни в коем случае делать нельзя. Если у вас почва, ну, совсем уплотненная, или там сорняками заросли, рыхлите на глубину не более 5 сантиметров, чтобы не повредить корешки. Корешки у малины поверхностные. Повредить их очень легко. Поэтому ни в коем случае не перекапывайте вокруг кустов малины. И глубоко не рыхлите. Просто обычная прополка с небольшим рыхлением. Этого будет вполне достаточно. После того, как вы вырезали старые отплодоносившие стебли малины, а также стебли, зараженные вредителями или сильно пораженные болезнями, можно перейти ко второму этапу. И, естественно, вторым этапом будет подкормка малины. Как же ее осуществить и какие элементы сейчас нужны? Азот уже не нужен в таком количестве, как ранней весной. Поэтому подкормки азота можно отложить до следующего года. А сейчас, так как куст малины готовится к зиме, ему в большей степени нужно подготовить побеги. То есть, чтобы они хорошо вызрели. У основания даже они немного одревесневают. То есть, становятся такими больше похожими на дерево. То есть, зеленый цвет меняется на серый. И это очень хорошо, потому что повышается морозостойкость. Также надо сформировать хорошую корневую систему, которая перенесет, ну, если вдруг зима будет бесснежной, хорошо перенесет зимний период. Итак, подкормить сейчас лучше всего осенним типом удобрения, в котором, ну, можно сказать, небольшое количество азота. Азот все-таки чуть-чуть, но нужен. Но в большей степени сейчас нужен калий и фосфор. Для того, чтобы подкормить малину, я приготовил 10-литровую лейку воды. Также предварительно перед этим я еще хорошо полил куст малины, то есть, почва влажная. Так как подкормить я буду минеральным удобрением осеннего типа с формулой НПК 2,23,30. НПК означает соотношение основных элементов питания растения, таких как азот, фосфор и калий. И в данном удобрении азота 2%, фосфора 23% и калия 30%. Вот это оптимальное соотношение элементов питания, которые сейчас нужны для малины. Вы можете использовать любое удобрение. Главное, чтобы у него была похожая формула. Любого производителя можете применять. Итак, я беру 2 столовых ложки, отмеряю. И добавляю в лейку вот таким образом. Естественно, нужно все хорошо перемешать, чтобы гранулы удобрения растворились. Разные удобрения, кстати, растворяются по-разному, поэтому нужно всегда хорошо перемешивать. И вот этим составом я поливаю куст малины. У малины корни расползаются достаточно далеко. Ничего страшного, если у вас вода растечется, это все нормально. Ну, старайтесь, чтобы она, конечно, не очень сильно убегала, а все-таки диаметром около метра вот это пятно, которое корни малины молодого куста как раз-таки и занимают. После подкормки малины переходим к третьему этапу. Это защита от вредителей и болезней. Вот стебель, пораженный стеблевой малиновой мухой, галецей я вам показал. Также малину еще часто посещает, паутинный клещ заражает. Также у малины есть и заболевания. Одна из самых распространенных, допустим, у меня здесь в моих условиях, это дидимелла или пурпуровая пятнистость. Я вам сейчас покажу на другом кустике малины, как она выглядит. Вот так выглядит начало заболевания малины дидимеллой. Оно еще пока вот это пятнышко небольшое, но растение, конечно, нужно уже обработать, потому что к концу лета оно будет распространяться, инсектицид, заболевания грибковые. Я вам сейчас покажу, чем можно обработать малину от заболеваний и сразу и от вредителей. Итак, смотрите, в одной обработке можно совместить сразу два препарата. Я вам показываю вот сейчас биотлин. Это от вредителей инсектицид. Инсектицид достаточно сильный системного действия. А также от болезни можно обработать теовид джетом. Теовид джет также хорошо помогает справиться с некоторыми вредителями, такими, например, как паутинный клещ. Ну и от дидимеллы также теовид джет поможет. Это препарат достаточно безопасный, он на основе серы. Обработать можно и другим препаратом, медь содержащим, допустим, хомом, либо же более сильными препаратами, такими как, допустим, топаз, редамилголд также можно использовать, либо любой фунгицид, который вы найдете в продаже. Всем большое спасибо за просмотр. Остались вопросы, задавайте их в комментариях. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok